Когда увидела эти барки, я вспомнила театр, когда я еще как-то очень была встроена в калейдар, в калейдотеатр, и я думала, как много прошло времени, в эти барки живут, то есть это так, отдельное спасибо, это чисто так. А вот по поводу спектаклей, знаете, когда говорят, что эта бьеса не ставилась, когда у меня ощущение дежавя абсолютно, потому что я настолько в какой-то момент наелась калейдар, что я эту бьесу смотрела как абсолютно мне знакомые, я поняла, что это два персонажа, которые должны встретиться, эта встреча должна либо быть встреча, либо не встреча, и затем они расстаются, я эту модель как бы знала изначально. Было интересно посмотреть, как это все происходит. Что для меня, вот у нас, знаете, как бывает, мы смотрим разные спектакли, я буду рассказывать про спектакли, которые я пишу, и постараюсь уйти от самой пьесы, от шаблона, которую он, конечно, самонесет. Для меня был вопрос, вот так, на голубом глазу, понятно, что два персонажа здесь решены, и это было уже сказано не раз, в двух разных стилистиках, манерах, разных способов существования. Если это сделано сознательно, а я, понимаю, все-таки стараюсь так думать, да, потому что не о чем говорить в свой сознание, если это сделано так, то на кого они и расставят. Я смотрю на это, как на, вот чтобы мне оправдать вот эту чрезмерность, кратисковость мужского персонажа, у меня нет такого личного опыта, да, в встрече с этими, возможно, они будут совершенно разные. И если даже эта маска, то она в какой-то момент будет снята и достаточно быстро, чтобы я поняла, что это маска, чтобы у него еще было то пространство, которое у Колизы всегда есть, когда вот обнажается персонажа. Но поскольку я вот как-то особо не дождалась этого момента, я иду от того, что это такое, знаете, пространство морока, где вот жертв персонаж, которому я доверяю, как реалистический персонаж, это я не вижу я, да, когда у меня все-таки что-то сходится, ну или почти все, то вот это ей, скажем, без искусственного события является, вот он, и тогда понятно, что эта история не про двух реальных людей, и что между людьми, как они друг друга там прощупывают, трогают, это такая ситуация, где даже лично, во многом, так сказать, для меня было не о любви, а о том, что. Когда жизнь какая-то часть твоего, 20 лет, мы понимаем, что тут нужно как угодно трактовать, как, это может быть год, там, я не знаю, 5 или 1000 лет, в данном случае это нереальное время. Но тем не менее, что-то произошло за это время, пока ты живо существовала в своем превращенном мире, тебе там все равно было хорошо, независимо от того, как к этому относиться. Вот она не жила, да, тут загляли, все равно говорящие об этой двери, она не что-нибудь пускала, и потом она открывает, да, это все считывается, все хорошо, такая ситуация, загляли. Вы понимаете, что двери, это все обыгрывается на ходу, называется, да, потому что у нас, где мы играли, не было ни дверей, а было окно, это все, понимаете, это рождается здесь и сейчас, называется. Тем не менее, я не знаю, что у нас, как эта мысль быстро сработала, хорошо. И вот она существует в этом сцене, мне не очень было нужно, вот ее существование в этом виртуальном пространстве, все эти слова, вот я тоже присоединюсь, для меня тоже они не присвоились, это вообще для меня было неважно, где она сейчас находится, где живет, но вот ее встреча, наконец, рано или поздно, любая мечта, любое, сколько бы ты ни находился, нет. Как бы в реальной жизни, хотя это заменяет реальную жизнь, рано или поздно, наверное, жизнь каким-то образом вторгается. Что происходит? Происходит всегда какая-то катастрофа, безусловно, вот цепляясь за прежние, я думаю, за себя, как бы она цепляет, она пытается найти не просто этого человека, потому что его найти невозможно, это понятно, откуда бы он ни пришел, даже соседний принцип, она цепляется за себя. Есть ли в ней вот эта любовь? А была ли эта любовь? Потому что если ее не было, то твоя жизнь вообще абсолютно ничто, бездарна, и тебе ничего не остается. Вот я смотрела про вот это. И поэтому мне абсолютно, мне был вот интересен мужской персонаж очень. Единственное, я понимаю, что в какой-то момент, вот я ждала, понимаете, как бы, начиная с такой истеричной, очень яркой, вызывающей полное отвращение, да, вот эти мокрые подштанки, все вот это, это, вот с этого задира ты ждешь либо накручивание дальше, либо снимание. Мы работаем с Володиной, да, есть определенная актерская давность, какие-то сильные моменты у нас удаются, нам были уже почувствованы, какие-то, к сожалению, моменты нежности, пока нам даются очень трудно. Потому что в какой-то момент, и он становится, как бы, обретает свою некую реальность, свое слово, его столь же возможная, имеющая право быть, обиды на то, что, да, женщина стареет, да, она не та, какая была, и ты там удивлялся за свою мечту, и вот эта вся логика, она тоже здесь, как бы, начинает работать. И с этим тоже нельзя ничего поделать. Вот они оба попадают в ситуацию, как бы, такой неизбежности друг для друга и для себя. Вопрос, как бы, как они из нее выходят. Вот, понимаете, мне кажется, что я просто часто вижу спектакли, где финал решается, на мой взгляд, именно действием, каким-то жестом, и для меня финал – это такое вот открывание двери. Это, конечно, очень много говорит, это куча здесь значений работает, но вот для меня не событий на это произошло, а вот таким вот образом. Потому что я вот тут все поняла, что тут вопрос даже был снят, там, вообще внутри детства все это держится, конечно, он, не он, понятно, мы понимаем, что это он, но это не он, и они, когда он говорит, нет, это не я, он у меня, ты понимаешь, что это вот раз, ну, это все понятно, абсолютно. И, знаете, на самом деле не следишься, а вот эта история работает. Но в конце вот, к чему они приходят? Вот, понимаете, когда просто там «любовь должна победить», там, эти все фразы, они настолько глобальны, что ты к ним очень близко, наверное, присматриваешься, и они должны сработать, да, или не сработать, я не знаю, когда это тоже какое-то должно быть. Ну, здесь я могу что-то вообще говорить? Ну, конечно, да, мы не можем. Потом. Да, к чему пришли? Смотрите, то есть в пьесе «Калиды» Николая Деяновича есть один очевидный минус для меня. Герой приходит, я буду таким простым языком говорить, достаточно ему мразью, ну, так будем говорить, да, потом в какой-то момент что-то такое потепление происходит, и в конце той же самой мразью, к которой он пришел, в пьесе, по пьесе говорю, он убегает, там, искать какие-то сокровища и так далее. Мне это было неинтересно. Да, мне это было абсолютно неинтересно. Мне нужно было… Это не важно, это неинтересно. Там были другие интересные моменты для меня. Тогда я могу просто перейти, я думаю, да? А, и вот если это неинтересно, надо, значит, четко понимать слово «интерес» и изначально его объяснить. А мне кажется, вас где-то текст все-таки утаскивает, уводил и сбивал. Я вот слышала, да, эти вещи. Мне кажется, если вообще брать, ну, что, два варианта. Обычно самые распространенные – это пытаются идти прямо-прямо и редко… Ну, это извините. Да, это видно. Да. Это неинтересно. Зачем? Тогда зубы кривили. Зачем? Зачем? Ну, тогда, как бы, тогда есть какие-то еще тоже вопросы. Потому что текст все равно у вас… Он у вас… Как бы вы не хотели, чтобы он доминировал, он все равно очень подавляет и говорит, и его нужно все равно, как-то сюда вынащить, когда нужно какие-то более смелые, ну, я не знаю, так говорить, решения. Вот. Поэтому, наверное, к финалу у меня как бы все стало уже понятно, и вот этого момента такого финального не случилось. Значит… Вообще у вас умирает процесс. А? Неожиданность такую вам всем, наверное, скажу. Вот видите, как интересно. Смотрите, мы решили весь спектакль на самом деле. Сейчас говорю, а несовершившийся в умах зрителей спектакль, конечно, не благодарный, а интересный, да. На самом деле, мы историю рассказываем. Человек пришел умирать. Три дня у него всего основной жизни. И постепенно мы рассказываем историю монтажа, такой кинематологический термин. Да. Что-то произошло уже после его смерти, там, истории с обмыванием и того, что-то, что-то, что-то потихонечку развивается. В конце человек, по идее, по моей глубокой режиссерской мысли, на самом деле умирает. И, соответственно, но перед смертью, сейчас так тоже примитивно очень буду говорить, что-то, все-таки, по крайней мере, дает героиня, о чем вы говорили. Мысль о том, что, дорогая, у тебя была жизнь, значит, твоя жизнь прожита не зря. И, по крайней мере, и жажду жизни, дачи у нее какую-то, по крайней мере, открыть эту дверь, снова вернуться в жизнь, он в ней, как бы, помогает ей обвести. Да, у меня сам. Вот мысль такая. Оставим. Конечно. Почему он сразу не идет яблони копать? Начинал. Мы-то надеялись, что он под яблони копать. Она-то нас помнит. Она-то нас помнит. А у яблони. Почему он не помнит? Они прекрасно оба понимают, что их клада нет. Конечно. Ничего этого нет. Тогда зачем? Почему я не помню? И лучше я это объясняла. Тем, что это нереальный человек. А как нереальный он приходит и спрашивает. Ну, я пыталась, как бы, так сидеть. Я понимаю, что, когда она его обмывала, когда она надевала на него белые косины, я понимаю, что он не в реальной костюме пошел. Но это, понимаете, как, это я начинаю вот оправдывать, дотаскивать, додумывать. Я думаю, как? Секунду. Я думаю, что это минус. Так вот. Потому что это следовало здесь, что было много. По поводу сразу зрителя персонажа. Но, тем не менее, у меня впечатление, ну, когда видите, о чем говорить, и так разнообразно, мне кажется, это хорошо. Допустим. Вот. По поводу зрителя персонажа. Мне очень интересно, что он появился, мне кажется, это очень хорошо. Но он как-то, знаете, как он появился? Он появился, в этот момент его вообще не стало, и он мог отработать гораздо больше. Это вот такой мир виртуальный, который приходил и трансформировался, и везде, и так далее. И пропадал. И пропадал. Очень долго пропадал. На пользу. Я не мотивировал. Да. А он мог бы на себя брать гораздо больше и больше и больше. И это, если уж это конится, да, это могло бы отработать. И тогда бы вы ушли больше, наверное, от того вот коридизма, который где-то там дарлил, да. И, наверное, финал вот этот. Вообще, при этом, понимаете, существование вот такой агрессивной рядом со зрителем среды. Ну, я не знаю, мы, наверное, все уже понасмотрены, и мы этого не боимся. Да. Мы в Москве строились, да? Да. И в Вентиленбурге, да? Да. Здесь мы, я бы, поаккуратно, чем брать песку Николая Владимировича здесь строились. Да. Ну, я просто... Да. Ну, я просто... Да. И это уже не пугает, да, и это уже смотрится, ну, в общем, нормально, но это смотрится как обстоятельство. А дальше все равно это вытаскивание нутра, это все равно внутренние вещи, которые... Ну, тут должна быть жесткой, потому что всегда возникает такая матрость вот в этой слизивости, я не знаю, как московский зритель, но мне кажется, мы уже настолько вот как-то плохо этому влияли, что хотелось бы жесткости не столько внешней, которую вы достигли, сколько вот этих людей. Потому что встретиться вообще перед вот этой истиной в каком-то смысле, да, перед увидеть в себя свою жизнь, это, на самом деле, ну, жесточайшие вещи, которые... Я как раз видела не смерть его, я думала о ее смерти, потому что это вполне можно прочитать и так. Потому что никакой новой жизни, я лично вообще в таком случае не вижу. Вот, но спасибо вам, что это так. Мне было интересно, ты тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.